так всем привет сегодня покажу один из самых важных параметров двигателя которые надо проверять не весной как я сейчас делаю а осенью чтобы за зиму у вас было время ее эту неисправность устранить если она будет обнаружен и так параметр называется радиальный и осевой разбег если при диагностике этот параметр двигателя у вас выходит из правильных размеров из допусков то вам нужно ремонтировать мотор иначе если вы так все это оставьте на самотек во первых у вас будут нестабильные обороты мотора обороты двигателя будут плавать и кроме того в середине мотора у вас потихонечку разобьются практически все запчасти это гильза цилиндра задерется разобьются два подшипника коленчатого вала может согнуть шатун может разбить поршень лопнуть в нем перегородки поршневых колец ну и соответственно выйдет со строя возможно выйдет со строя две из самых дорогих запчастей двигателя первое коленвал может помереть второе может пополам разорвать блок если вы сделали эту регулировку неправильно насмотревшись на ю тубе всякого бреда по этому поводу которого там сейчас в немыслимых количествах а своим подписчикам я такого бреда не расскажу кто в меня верит мне доверяет делать так не будет как сняли другие будет делать так как покажу я и заодно спасет свой дверь или во всяком случае продлит его жизнь перед этой процедурой нужно снять ремни или их ослабить иначе ничего не получится и так для того чтобы провести замер ставим индикаторную головку магнитную стоечку на раму и кончиком упираем в торец маховика сюда вот и теперь все делаем очень просто ставим этот индикатор 0 вот и не дышь что делаем теперь теперь толкаем маховик в маховик в правую сторону то есть меряем радиальный зазор подшипник вот в правую сторону набежало две с половиной сотки теперь толкаем в левую сторону левую сторону набежало пять шесть шесть семь соток итого семь и две с половиной пусть три итого радиальный зазор этого подшипника одна десятка и этот размер находится в допуске потому что крайний размер его этого параметра то что мы мерили радиальный зазор в коренном подшипнике который стоит на коленвалу 0 3 миллиметра сделали этот замер на этом двигатель и все чудесно переходим к другом теперь будем мерить второй параметр продольный люфт коленчатого вала для этого индикатор переставляем допустим магнитную стойку прилепил я на бак а ножку ступираем в торец маховика потому что будем мерять продольный осевой люфт коленвала который является причиной множества поломка мотоблоков нерадивых хозяев насмотревшихся полного бреда на ю тубе ну флаг им руки проводим все очень просто берем маховичок наш тянем на себя с усилием около 5 килограмм имеем 11 соток одну и одну десятку теперь толкаем от себя в другую сторону с усилием 5 килограмм имеем 7 соток итого одна десятка и девять соток то есть практически две десятки у меня сейчас осевой люфт коленвала сейчас я покажу от чего это все зависит и как на это правильно смотреть с точки зрения техники итак первый параметр радиальный люфт зависит от того насколько разбит вот этот вот подшипник фактически при первом замере мы мерили износ беговых дорожков и тел качения то есть шариков вот этого вот большого подшипника чем больше он разбит тем больше будет радиальный люфт коленвала того что мы мерили первый раз и по тем размерам соответственно можно судить о степени износа коренного подшипника коленвала того который больше второй замер что мы мерили вторым замером вторым замером мы мерили осевой люфт коленчатого вала от чего он зависит зависит он от этих пластинок сейчас кто смотрит видео ему это понять очень сложно поэтому я отдельно на бумажке нарисую как работает эта система и почему делает грубейшую ошибку при регулировке этого параметра при сборке мотора после ремонта что приведет к неминуемой почти почти неминуемый на 70 процентов гибели этого мотора и его скорой кончине выхода его состоя все дело в том что люди не понимают что они делать и как устраняется осевой зазор коленвала теперь почему я это дело с усилием 5 килограмм на себя вы можете тянуть и больше 5 килограмм ничего страшно коленвал просто уедет в ту сторону когда вы толкаете в эту сторону на мотор и проводите вторую половину замера то вот эти пластинки жестяные могут выгибаться поэтому если сильно постараться и толкать с большим усилием то можно натянуть и 3 миллиметра то и согнуть вот эти вот пластинки поэтому не толкайте маховик с усилием больше чем 5 килограмм легонечко толкнули и посмотрели не погните вот этих вот жестяных не знаю даже как их назвать пластинок почему 0 3 миллиметра потому что износ этого подшипника по каталогу пределах 0 3 миллиметра допустимый а продольный люфт коленвала 0 3 миллиметра напрямую связан вот с этим вот делом вот с этим видно как шатун бегает по осевой линии на шейке коленчатого вала это нормально такой зазор должен быть но этот зазор должен быть не более чем 0 3 миллиметра вот с этим связана величина всего разбег коленвала если же осевой разбег коленвала у вас больше миллиметра около двух миллиметров то это скорее всего приведет к тому что вам погнет шатун может вполне невероятно погнуть шатун у вас будет неправильно работать регулятор мотор топлива будет то добавлять то убавлять потому что регулятор с этой стороны с левой потому что на том конце коленвала стоит регулятор с определенным отрегулированным зазором если осевой люфт коленвала постоянно меняется то там меняется зазор в регуляторе подачи топлива поэтому мотор топлива будет подавать неравномерно и это приведет неравномерной работе двери кроме того у вас поразбивает и этот подшипник и правый подшипник потому что коленвал туда-сюда бегает а подшипники боятся ударных нагрузок если же после ремонта в процессе сборки вы проведете сборку и регулировку этого узла осевого разбега коленвала неправильно то это может привести и очень часто на ю тубе вижу как приводит к тому что лопает блок двигатель либо ломает перегородку этого подшипника либо лопает пополам на ю тубе смотрел видео стоят два мужика у них такой же мотор блок двигателя лопнутый именно вот пополам без всяких привлечений на пополам разорванный блок и они стоят и плачут мне их жалко то вот почему так произошло непонятно почему так произошло вот это вот происходит именно потому что неправильно отрегулирован осевой разбег коленвала потому рвет блок поэтому думайте что вы делаете когда смотрите какие-то видео на ю тубе можете вы им доверять или не может думайте своей головой потому что человек снял выложим просмотр и получил никакой ответственности за это не несет все на ваши хрупкие плечи думайте что вы делаете думайте что вы смотрите анализируйте и не делайте глупостей засему всем удачи всем пока берегите свои моторы думайте что вы делаете проверяйте осевые зазоры коленвалах не делайте глупостей ну а как работает эта система от начала до конца чтобы вы поняли я вам нарисую на бумажке потому что если я начну указочкой показывать это сюда это туда вы все равно ни черта не поймете это надо рисовать на схемке ну что всем удачного сезона всем пока